Вагоностроительный завод для полумиллионной Твери это почти наше все. Основной поставщик пассажирских вагонов локомотивной тяги для российских железных дорог обеспечивает работой 6,5 тысяч человек. Здесь производится более 90% всех вагонов в России. На ТВЗ освоено производство двухэтажных вагонов и вагонов микс-класса, включающих купе класса СВ и люкс. В феврале этого года руководство объявило о сокращении штатов почти на треть. Отсутствие заказов и, как следствие, свертывание производства грозило полной остановкой предприятия. Следственный инструментальщик Игорь Сергеенко, встречающий нас в своей квартире, тоже рисковал оказаться на улице. Ну, я лично по себе, я еще пока этого не ощутил. То есть я сейчас в простой сижу и многие... На 20 февраля в Твери анонсировали трехтысячный митинг протеста против сокращения людей. Это была бы первая в истории путинской России массовая манифестация профсоюзов. За день до выхода рабочих на улицы власти вынуждены были пойти на переговоры. Смириться с такой цифрой 2000 мы просто не могли. Поэтому застоялось экстренное заседание профсоюзного комитета, на котором была принята программа действий нашего профсоюзного комитета. В результате переговоров было решено, что вместо 2000 на предприятии будут сокращены 800 человек. Частью рабочих такое решение было воспринято как штрейкбрехерское. Понимаете, хотелось бы верить, что профсоюз, так скажем, не под дудку руководства играет, а именно защищает трудового человека, работника. И в самом правкоме предприятия нет однозначного мнения по поводу отказа от протеста. Анонсированная дирекция решения о массовом увольнении с 12 мая по 1 июня до сих пор не отменено. Нет никаких оснований думать, что к середине марта на завод поступят крупные заказы. Контрольная точка это 16-18 марта, когда на уровне правительства должны приняты быть решения. Чтобы вернуться на нормальный режим работы, надо в пределах 500 вагонов в год. Можно работать уже в нормальном режиме и в полном, как бы, этим коллективом, который у нас есть. Эти кадры мы снимали утром в пятницу. Проходная завода пуста. Большая часть рабочих отправлена в неоплачиваемые отпуска. В администрации уповают на российское правительство, пообещавшее обеспечить госзаказ, который бы позволил вернуть людей в цеха. Андрей Королев. Настоящее время. Тверь. Москва.